Праздник Шавод И Бог говорил с Моше и сказал Вознеси глав семейства Гершона В начале главы излагаются обязанности колена Лайви Транспортировка Мишкана и так далее Затем мы читаем о том, как коины должны благословлять еврейский народ В конце нашей главы перечисляются жертвы Которые князя колен Израиля приносили в честь инаугурации Мишкана Каждый в свой день Здесь перечислены все классы еврейского народа И упомянута индивидуальная обязанность каждого из них в нашем общем Мишкане Какой урок можно извлечь из этих трех вещей? Ответственности левитов, благословения коинов и жертв простых евреев Левиты занимались физическим трудом Они переносили и перевозили разные фрагменты Мишкана Это показывает, что даже физическая работа может быть святой Мы должны служить Богу не только торой и заповедями, но и своими физическими повседневными действиями Про Коэна говорится, что он с любовью благословляет весь еврейский народ Материальным благополучием, благодатью и миром Наша задача — радоваться счастью выпавшему на долю другого человека И активно помогать тому, кто его еще не нашел На первый взгляд кажется, будто 12 князей принесли одинаковые жертвы Однако более глубокое исследование показывает, что внутреннее содержание всех жертв было разным и абсолютно уникальным Именно поэтому жертва каждого князя отдельно перечисляется в торе Все жертвы выглядят одинаково, однако по своему содержанию они абсолютно разные Когда мы выполняем заповедь, нам может показаться, что точно такую же заповедь выполнил другой человек Мы оба надели тфелин, мы обе зажгли субботные свечи и так далее На самом деле мы все разные И хотя мы делаем одно и то же действие, наши заповеди так же уникальны, как и выполняющие их люди Никто не может за вас выполнить вашу митзву Итак, ваши физические действия святы Ваше физическое благополучие очень ценится А ваши заповеди уникальны Мир без вас не может Ваше физическое благополучие очень ценится Ваше физическое благополучие очень ценится Ваше физическое благополучие очень ценится